Ребят, итак, вторая часть того же видео, которое выложил Самвел нам про мамку, которую он боится, что она там взяла в руки. О чем дальше шла речь? Даже речью назвать это нельзя. Скандал. Каждый раз диалог между матерью и сыном – это откровенный скандал. Но Самвел, видно, надоел уже этот ор и крик матери. Включил на телевизоре, поет Ада Роговцева. Роговцева тут по-разному говорят почему-то фамилию, я честно признаюсь, не знаю, как правильно. И Самвел начал петь тоже романс в дуэте с Адой. Не тут-то было, ребят. Мамку остановить невозможно. Весь романс, а он не два куплета, он длинный такой, поет Ада, поет Самвел, а эта сидит в кресле и продолжает орать дурниной. Самвел вводит камерой то на телевизор, то на мамку, то на телевизор, то на мамку. Она не останавливается ни на минуту. Этот сынок старается обратить внимание матери на себя. Он же поет. Остановись, остановись, женщина. Услышь, как поет твой сын. Людям нравится, люди слушают и заслушиваются. Я читала вашу критику в адрес Самвела по поводу его пения, по поводу его исполнения. Очень много нелестных комментариев. Вы мое мнение уже знаете, ребят, по этому поводу. Я высказывалась не раз. Коротко скажу, что я такого негативного мнения вашего не разделяю. Я считаю, сейчас мы не про человеческие качества, не про отношения с матерью. Сейчас мы сугубо вот про пение, исполнение, да, Самвела. Песен, там, романцев, неважно. Я считаю, он талантливый человек. И да, подтвержу даже те же слова мамки, когда она говорит, кто бы его держал в этом театре, если бы он был никем и ничем, и звали его никак, то есть непрофессионал, да, если бы он был своего дела. Согласна абсолютно в этом высказывании, потому что, ну, дураков нет, ребят. Ну, давайте, я понимаю, что некоторые там ненавидят, некоторые злятся, некоторых он раздражает. У меня бывает тоже, он вызывает такие эмоции. Но, если говорить про его пение, мне нравится. Уж не будем мы себя сравнивать, обычных, простых людей, обывателей, которые рядом не смогут с ним встать и так спеть, как поет Самвел. Давайте, я всегда призываю быть честными и смотреть правде в глаза. Так он пытается обратить внимание матери на себя в очередной раз. Это много раз я наблюдала такого, нет, ей пофиг. Вот так, как той Надьке с недогарок, которая так любит, ну, так любит Самвел, ну, жизнь за него просто отдаст. Я помню, когда Самвел, у нее на день рождения пел за столом в том импровизированном ресторане сельском. И снимали Надю, и она сидела и благополучно жрала что-то там, вилкой в тарелку, чавкала, чвакала. Ртом своим плямкала в это время, когда Самвел пел. Я без культуре такого, ребят, я вам честно говорю, но я клянусь вам, я нигде не встречала. Я не встречала настолько человека бескультурного, настолько человека, который не может проникнуться. Даже элементарное уважение, даже если тебе не нравится, человек поет, остановись, не жри, Надюха, тебе привет. Вот точно так же и мамка орала дурниной. Как она дышит там, я не знаю. Она, мне кажется, если бы вот я так кричала, как она, и у нее этот словесный понос льется, льется. Она не останавливается, чтобы вдохнуть, чтобы сделать этот глоток воздуха. Перебивает этого Самвела. Тот поет упорно и настойчиво. А это орет упорно и настойчиво. Смотришь на них и думаешь, боже мой, люди, что с вами? Что с вами вообще происходит? Обзывала, оскорбляла, дошла до того, чтобы объяснить нам с вами, уважаемые мои девочки. Это, я так понимаю, касается девчонок. Потому что сказала мамка, что вот те, которые пишут такие ей комментарии, они не удовлетворены по жизни. Значит, вот такая вот, кто там, чеклашка, еще кто-то. Ну, вот эти все матерные слова, которые она перечисляла в адрес таких комментариев, да, зрительниц. Говорила, значит, вон она недоспала, недоила и недо. Третья позиция, недо. Слава богу, что хотя бы не произнесла открыто это слово. Не дотеребонькалась, я бы даже так выразилась. Всем будет понятно, и слово такое мелодичное, ребят. Почему нет? А я-то думаю, гадаю, что же вы так орете, Васильевна? А я все в недоумении. Что ж в вашей жизни не так было, что вы так себя отвратительно ведете из видео в видео, из влога в влог у Севки на канале? Так вон оно что, ну, наконец-то. Вы нам хоть глаза открыли, и мы теперь все будем понимать. Девочки, так давайте будем, дорогие мои, делать скидки бабушке. Вон она недо спала, вон она недоила и вон она недо, понимаете? А мы на нее вот как-то негативно реагируем. Здесь посочувствовать надо. Она нам сейчас с вами все объяснила. Вот теперь мы должны быть более снисходительны, мягче как-то. Не такие жесткие писать комментарии. Ну, у человека вот так в жизни сложилось. Ну, что поделаешь? Недо спала? Ну, это, наверное, может потому, что ночами смотрит этот телевизор, и некогда бабуся выспаться, понимаете? Не хватает времени, в сутках 24 часа. А она всю ночь вот с 8 вечера до полвосьмого утра телек смотрит. Кино там было интересное. Недоила? Ну, понимаем, недоила. Ела бы все, очень хочется, аппетит хороший, а нельзя. Тут в силу заболевания. Но факт остается фактом. Недоила? Ну да, это правда. Ну, вот и третье. Недо. Ну, что ж вы так жизнь змарнували свою, Татьяна Васильевна? Что ж вы так недо? Ну, прям жалко вас на старости лет. А сейчас уже не наверстаешь. Вот откуда и злость. Может быть, успокоительные какие-то вам попить. Какие-то пустырники. Ты, Самвел, вообще позаботься о нервном вот этом состоянии матери. Потому что все недо, недо, недо. Вот вам, пожалуйста, результат. Но сравнил маму свою. Он же сейчас с ней дружит против зрителей. Да, периодически это у Самвела всегда случается. То он против мамы со зрителями всегда и просто бурю, гнева и негатива на нее выливает. Орет, обзывает. То потом власть меняется, да. Пришли белые, пришли красные. А ты хоть разорвись. Правда, Самвел? Теперь ты дружишь вместе с мамкой своей против зрителей. Так ты проследи. Если уж ты так сейчас любвеобильный такой. Маму свою так любишь. Поддакиваешь ей. Так ты позаботься о здоровье ее. Пустырничка, может быть. Новопосит. Кстати, на растениях. Безвредный. Очень хорошо, может, подействует, поможет. Чтобы она не орала, не психовала и не нервничала. А самое главное, не оскорбляла людей. На ровном месте. Ведь правду пишут. Вместо того, чтобы поучиться, где-то себе на заметочку взять, что нужно вести себя как-то немножко по-другому. Нет, оскорбляет. Уже перешли на матерные слова. Вот чего и чего, да? Вот этого еще не хватало, ребят. Но за то, как они себя расхваливают, это нужно у них нам поучиться, ребят. Это орет Васильевна, какая она хозяйка и какое у нее стерильное ведро. А еще сколько салатов на день рождения, на юбилей она готовила. И Яггена, хвалы в ей шубу. И вам вообще до нее, ребята, як до Киева рачки, до Татьяны Васильевны, вам еще, наверное, поучиться у нее надо хозяйственности, рукоделию и всему такому. Я-я-я, да я-я-я. А вы-то вообще не пойми кто. И тут же Самвелка подхватывает вот это эстафета, передается как палочка из руки в руки, из рук в руки, да. И тоже, я могу петь, потому что там критикуют его за пение. Я умею, я могу, да я так пою, что никто так из коллег не споет. Я могу импровизировать, кричит Самвел, и выше, и ниже. А вот людям нужно учиться долго и нудно, чтобы у них так получилось. Правда, правда, Севка. Не верь, потому что слышали. Не один раз ты сам показывал на сцене выступления своих коллег. Офигенные голоса, офигенно поют. Шикарное, просто шикарное исполнение. Еще раз говорю, это факты. Я не музыкант. Здесь, когда не разбираюсь, ничего не могу уточнить, где-то что-то поправить людей. Я очень далека, но на слух, на слух я ориентируюсь. Мне нравится, как поет Самвел. Да, талантливый человек, но, но, есть это но, скажу, похерил свой талант, потому что не занимается, не совершенствует. А я знаю такой факт, что голосом нужно заниматься обязательно. Он похерил его вообще, забил болт на это все. В отличие от него, я так понимаю, что коллеги все репетируют, занимаются, и голоса там просто красивейшие. Поэтому сравнивать с Самвел, мне кажется, это тоже как-то недостойно даже тебя, как оперного артиста, певца, и себя ставить выше своих коллег. И рассказывать, что ты талантливее, вот что ты можешь, а они тебе как бы типа и в подметки не годятся. Это немножко резало ухо, как-то так было не совсем приятно слышать, учитывая еще тот факт, что и Леша тебя смотрит, да, и Игорь. Может быть, не на постоянной основе, да, может быть, и тем не менее люди смотрят, слышат. Наверное, и другие коллеги. Я думаю, что большого удовольствия от твоих слов они не получат. Тем более, что зачастую ты еще и проигрываешь. В пении своим коллегам там есть ого-го, какие голоса. Я не хочу сейчас никого обидеть, но, ребят, факт есть факт, никуда от этого не денешься. И в конце, значит, этого видео вспомнили мою персону, за что я вам, Адамяны, чрезвычайно благодарна. Сейчас говорю на полном серьезе. Каждое упоминание моего имени, фамилии прибавляет мне подписчиков. За это я благодарю вас, Татьяна Васильевна, и все же вы своего Эдичку прям с потрохами сдали. Ну что ж, вы открываете все карты и все секретики рассказываете нам, зрителям. Тот кричит в Ставрополье, что он меня не смотрит, и нафиг я ему сдалась. У него нет времени вообще на таких, как я, и на мои обзоры. Да и кто я такая, ради бога, чтобы кто-кто, Эдик Адамян, меня смотрел. И тут мамка выдает. Вот Эдичка говорит, шо-то Анжелка там зная. Я 24 года кормил семью, то есть ремонтными работами, выполнял эти работы. Откуда она шо зная, я класть эти кладки и кирпичики. Шо воно там может вообще знать, сыйдыть там, телепая языком. И собрала, говорит мамка, цитируя Эдика, возле себя таких же и чешут языками, чё не попадя. Так он ещё и комментарии читает. Потому что, девочки, мальчики, в противном случае, ну откуда человек знает, кого я собрала на своём канале? И о чём вы, мои зрители, чешите языки? Да, может быть вы там дифирамбы ему поёте на моём канале в комментариях. Человек откуда знает? Значит, Эдичка, ты у нас на канале, ежедневный гость. Нет, я, конечно, тронута. Привет тебе. И я сейчас с доброй душой. Пожалуйста, заходи, смотри. Может быть, чего-то новенького и узнаешь для себя. Потому что я не строитель, я уже объясняла. И образования у меня нет архитекторского, да? Но очень много информации я изучила по современным методикам строительства, ремонта. И даже, ты знаешь, я бы с тобой батл такой бы сыграла. Вот идейка у меня, Эдичка, появилась. Я тебе предложение даю. А давай-ка мы с тобой в прямом эфире перед всей аудиторией зрителей в батл с такой, с бацаем, а? Мне бы было очень интересно. Зрители задают вопросы какие-то каверзные по ремонту, по строительству. А мы с тобой отвечаем. Ребята, ну-ка напишите в комментах. Вам бы такое было интересно? Ой, ребят, честно, слово даю. Я на ура. Я готова. И мы бы посмотрели, кто чего знает и умеет. Нет, руками я ничего не делаю. Руками это я нанимаю людей и золотые ручки мастеров всё делают. Но так как я хочу и так как говорю я, в этом направлении у меня есть знания и не маленькие. А вот когда они у меня есть, я об этом заявляю открыто. Вот в музыке ноль, я говорю, ребят, я не знаю. А здесь знаю. Потому что тонны, гигабайт информации, ребят, я изучила в интернете. Когда, ну вот у себя дома занималась этим вопросом. Уж поверьте на слово. Было бы очень интересно. Так что заходи на канал, Эдик, просматривай. Но не оскорбляй моих зрителей под разными никами. Потому что мы тебя вычислили. Мамка, мы даже не вычисляли. Мамка открытым текстом всё про тебя рассказала. Что ты у нас здесь сидишь и читаешь комментарии моих зрителей. Потому что знаешь, о чём идёт речь на моём канале. Спустился Самвел. Уже ушёл от мамки. Продолжался орф в подъезде. Ну, как обычно, это уже привычное их общение. Боже, я думаю, всегда. Вот каждый раз, ребят, когда он уходит от матери, я бы не хотела быть их соседями. Это же уму непостижимо. Всегда они орут. И особенно вот в ночное время, вечер, может люди там отдыхают. Им пофиг. Им по барабану. Вот орут и орут и орут. Зато напоследок даже расцеловался. Три раза с мамой. Нет, 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 я не против. Это очень хорошо. Это твоя родная мама. Ну, а как же твои вот эти... Фу, Бэ, я брезгую тебя и тебя обнимать. И твои руки и всё вот это. Вот, ты ж такой брезгливый Самвел. Не прикасайся ко мне. Да не трогай меня. Да ну, мама. Тарелку она не могла взять руками, потому что брала не так пальцами. Знаете, вот так прям отпечаток оставила на тарелке, а он брезгливый. А тут вдруг такие целовашки в засос. Аж вылезки такие шли у нас на экранах. Ой, Самвелла, как-то у тебя получается не одно лицо, а несколько, несколько масок. Ребят, пишите комментарии, отмечайтесь, что вы были у меня на канале. Лайки, дизлайки. Не забывайте, мне это помогает и продвигает канал вперёд. Мы развиваемся. До следующего обзора. Сегодня у меня работа кипит. Всем пока.